В Африке он такая же редкость, как алмазы, которые он ищет на дне океана. Корабль огромный, исполинский. Ради горсти драгоценных камней его команда перерабатывает тонны породы. Камушки, которые остаются здесь, то, что нам нужно. Тяжелая, грязная работа. Починка может занять весь день. Идет непрерывная битва с безжалостным морем, с механическими неполадками. Стоп, стоп. Все надо делать в сжатые сроки. Команда каждый день работает на грани возможного. Гигантские корабли. Мир в Африке. Ни одно другое судно не способно сделать то, что делает мир в Африке. В 30 километрах к западу от побережья Южноафриканской республики этот могучий корабль ищет на дне океана алмазы. Миллионы лет ручьи и реки, вызывая эрозию знаменитых алмазных земель Южной Африки, уносили породу, нашпигованную алмазами, в Атлантический океан. Чтобы найти драгоценные камни на суше, старатель должен копать очень глубоко. Но корабль мира в Африке – первооткрыватель нового способа их добычи. Он достает их из-под воды с глубины 120 метров. Это залив Александр, это река Оранжевая. Мы работаем вот здесь. Все хорошо, погода удачная. Грэм Берретт и капитан судна, и генеральный директор алмаза добывающего предприятия. Навигация – небольшая часть моей работы. Главная часть – добыча алмазов. В 2007 году компания «Де Бирс», крупнейший в мире производитель бриллиантов, потратила 140 миллионов долларов на превращение корабля «Мир» в Африке из грузового судна в алмазы добывающие. Я использую автопилот. Руководство компании «Де Бирс» считает, что корабль окупит затраты менее чем за 15 лет. На каждый месяц у нас намечены цели. За определенное время мы должны с определенной площади добыть определенное количество карат. Чтобы оправдать затраты, «Мир» в Африке должен добывать алмазы на 30 миллионов долларов в год, то есть 20 тысяч карат каждые 28 дней. В команде 40 горняков и 23 моряка. Чтобы выполнять поставленные задачи, они работают сменными по 12 часов. Корабль огромный, исполинский, дорогостоящий. На нем работают высокопрофессиональные люди. Капитан Берретт и его команда начинают последнюю неделю месячной морской вахты. Они пока не выполнили намеченную норму. За оставшиеся семь дней наверстать упущенное будет трудно. На суше алмазная разработка может иметь площадь до 10 квадратных километров. Команда «Мира» в Африке производит все работы на корабле длиной в 176 метров. Это их секретное оружие, так называемый «ползунь», самая большая в мире подводная землечерпалка с дистанционным управлением. Она действует, как гигантский муравьед. Ее хобот каждый день всасывает тысячи тонн грунта, то есть гравий и глины, в которых прячутся алмазы. Терзия Лодевайкс, геолог. Ее задача анализировать образцы, вынутые со дна океана, и направлять землечерпалку «ползунь» туда, где есть смысл вести добычу. Я нашла лигнит, то есть дерево, превращающееся в уголь, округлый кварцит, остроугольный песчаник, плоский песчаник. А также глубинную глину, что меня радует. Это значит, что мы приблизились к глубинному слою, то есть мы не упускаем алмазы. Скажу пилотам «ползуна», что они молодцы. Первый помощник мы начинаем добычу на участке 151. Пилот «ползуна» Энтони Фебруари работает в кабине, которой позавидовало бы космическое агентство. Отсюда он управляет ползуном дистанционно. Вода у дна океана слишком темная и мутная. С помощью камер мало что можно рассмотреть, поэтому пилот использует трехмерные образцы, генерируемые в реальном времени сотнями сенсоров. Энтони потомственный горный инженер. Но он не собирается работать в океане. Мой отец трудился в море 35, даже 40 лет. Я решил, что ни за что не пойду по его стопам. Но вот я здесь, в Синем море. За 24 часа «ползун» высасывает такое количество воды, гравий и грязи, которым можно было бы заполнить 15 тысяч грузовых автомобилей. Для поиска в породе алмазов на корабле работает гигантский завод. Сначала порода просеивается для отделения слишком больших и слишком мелких частиц гравия, непригодных для обработки. Оставшиеся частицы дробят, чтобы извлечь скрытые в них алмазы. Следующая операция – отделение драгоценных камней от раздробленного гравия. Наконец, алмазы сортируют и упаковывают. Кто-то может сказать, что это похоже на поиски иголки в стоге сена. Нужно обработать тонны породы, чтобы извлечь всего лишь пригоршню алмазов. Корабль «Мир» в Африке никогда не спит. Чтобы выполнять свою задачу, он работает ежедневно, круглосуточно. В конце каждого месяца Главное управление морской добычей компании «Дебирс», находящееся в Кейптауне, присылает на корабль «Элизли Стейн» для проверки его работы. По профессии «Элизли Металлург» специалист по извлечению из породы ценных минералов. Она должна убедиться, что алмазодобывающее предприятие работает на полную мощность. Каждый раз «Элизли» подвергается той же процедуре, которую проходят все члены команды корабля. Ее обыскивают. При ней не должно быть оружие, взрывчатых веществ, наркотиков и так далее. Контролеры даже просматривают материал, снятый при обыске камеры слежения, чтобы убедиться, что они ничего не пропустили. То, что не сняла камера, вынюхивают собаки из щейки. Меры безопасности при добыче алмазов такие же строгие, как при охране глав государств. Мир в Африке стоит на якоре в 30 километрах от берега. Быстрее всего туда можно добраться вертолетом. На это уходит полчаса. «Элизли» благополучно доставлена на корабль. Но прежде чем она получит на него полный доступ, ее снова проверяют. Такому строгому досмотру подвергаются все сотрудники предприятия. Самое главное на нашем корабле это работа с алмаза, содержащей породой. На каждой алмазной разработке есть важнейшая пресса. Если кто-то украдет необработанный алмаз, его ждет суровое наказание, штраф в 250 тысяч или 10 лет тюрьмы. Или то и другое. Неотвратимость поимки преступника гарантирует 200 с лишним камер слежения, установленных по всему кораблю. На палубе команда готовится к временной остановке работ. Сейчас мы остановим машину. Да, мы хотим их остановить. Ползун поднимают для профилактического осмотра. Поднимайте его так же, как раньше. Сначала отведите назад, потом поднимайте. Пэт Фаунтин – главный техник корабля «Мир в Африке». Ползун – его детище. Пилот ползуна, ответьте. Если сломается ползун, остановится вся работа, поэтому Пэт осматривает его каждую неделю. Сначала надо перевести ползун в нужное положение, потом остановить его насос. Техническое обслуживание ползуна – сложная, длительная работа. Пэт должен спланировать все мероприятия с военной точностью. Теперь его центральная часть может вращаться свободно. Мы готовы к подъему. Я даю команду сотруднику, находящемуся на палубе. Ты готов? Держи меня в курсе. Для подъема гигантской землечерпалки с океанского дна нужны самые большие в мире лебедка и самый прочный в мире морской трос с толщиной с телеграфный столб. Он способен выдержать вес в 1900 тонн. Мир в Африке. Ползун поднимает вместе с его трубой, по которой движется поднятая с океанского дна порода. Трубу длиной в 140 метров весом свыше 60 тонн не положишь, где попало. Ее пропускают через специальные устройства, которые обматывают ее вокруг корабля. Наконец, из воды, подобно морскому чудовищу, появляется ползун. Это крупнейшее в мире подводное движущееся средство с дистанционным управлением. Его вес 250 тонн. Его передняя часть размером с автомобиль похожа на голову динозавра. Затраты на ежедневную работу корабля «Мир в Африке» — 100 тысяч долларов. Пока ползун находится на палубе, корабль теряет деньги. Зря тратить время нельзя. Все, подъем закончен. На техническое обслуживание у нас от 12 до 14 часов. Надо уложиться в этот срок. На первую операцию дай вам полтора часа. Вперед! Этой работой Пэт и его люди могут заниматься весь день. Время бежит. Надо как можно скорее вернуть ползун на океанское дно, чтобы плавучий алмазодобывающий завод снова заработал. Гигантские корабли. В 30 километрах от западного побережья Южноафриканской республики на крупнейшем в мире алмазодобывающем судне остановлены работы. Группа технического обслуживания корабля «Мир» в Африке спешит закончить профилактику морской землечерпалки «Ползун» весом в 250 тонн. Она должна вернуться на дно океана менее чем через 12 часов. Пока «Ползун» находится на палубе и не черпает с океанского дня алмазоносную породу, предприятие несет убытки. Ему осталось всего 6 дней для того, чтобы выполнить месячную норму добычи, составляющую 20 тысяч карат алмазов. Но главный техник «Пэт Фаунтин» не суетится. Сколько осталось времени? Он знает, малейшая протечка в гидравлической прокладке или короткое замыкание в электрической цепи может остановить добычу на много дней. Его команда прочищает фильтры, забитые грязью. Вот почему падало давление. Обновляет смазку. Исправляет повреждения. Заменяет изношенные детали. Самую грязную работу «Пэт» любит выполнять лично. Скажи ребятам, пусть пока ничего не делают. «Пэт» проползает по всей длине 140-метровой трубы, по которой двигалась порода, поднятая со дна океана. Он ищет в трубе трещины и изношенные участки. Для этого ему приходится проползти вокруг всего корабля и вылезти через верхний люк ползуна. Затем он проверяет «Импеллер», то есть лопастное колесо внутри гигантского всасывающего насоса ползуна. Вот «Импеллер». На нем есть участок износа, не слишком сильного. «Импеллер» еще поработает. Задние пластины и задняя крышка – все в порядке. Иногда в горловине «Импеллера» бывают камни и другие посторонние предметы. Разъедающая все соленая вода, камни, грязь. Проход через насос со скоростью 7,5 метров в секунду. Насосу приходится нелегко, но он должен работать безупречно. Я все сделал. Понял тебя, продолжаем работу. Ладно, свяжусь с тобой, когда вернусь на палубу. Пэт и его команда уложились в отведенное для них время. Ползун проверен и может снова работать. Но под палубой возникла проблема и весьма серьезная. Поврежден тормоз одной из якорных лебедок. Если он не будет действовать, ползун работать не сможет. Во время добычи породы корабль «Мир» в Африке используют для маневрирования не двигателей, а свою уникальную якорную систему. Из четырех точек корабля отходят тросы с 15-тонными якорями. Корабль маневрирует, как огромный паук, то удлиняет, то укорачивая эти тросы с помощью лебедок и следует таким образом за ползуном, который движется на глубине 120 метров. Поломка тормоза одной из лебедок означает, что капитан не сможет передвигать корабль, а значит и добывать породу. Починка может занять весь день. Тормоз лебедки очень большое устройство. На барабане лебедки 2000 метров провода. Работы много. Заместитель главного инженера Гранд Пурвин и главный инженер Майк Фитшер спешат устранить поломку. Они сразу поняли ее причину. Сломана скоба тормоза, который останавливает лебедку. Две части скобы сдвинулись и разошлись. Якорная система корабля подвергает тросы и лебедке огромной нагрузке. Тормозной механизм не выдержал и сломался. Пришлось срезать подшипник, потому что он застрял на стержне. На починку тормоза ушло 6 часов. Сразу после ее окончания капитан приказывает вернуть ползун на дно океана. Генрих, начинай спуск. Корабль становится в нужное положение для спуска ползуна. Сообщите мне, когда будете готовы. Перед погружением еще раз проверяется гидравлика ползуна. Готов, Энтони? Двигай стрелу медленно. Стрела ползуна длиннее, чем флагшток для знамени. Начинай спуск. Его всасывающая часть имеет вес слона. Хорошо, двигай главную часть. Отлично, Энтони. Отсоединяй инструмент. Начнем погружение. Все хорошо, Клайд. Пэт планировал вернуть ползун к работе через 12 часов, но из-за поломки тормоза лебедки произошла задержка. Когда железный монстр наконец уйдет под воду, солнце уже сядет. Ползун должен быть на дне и приготовиться к работе сразу после 9 часов. Ползун медленно опускается на дно океана. Как только он его достигает, всасывающую трубу снова соединяют с оборудованием по обработке породы. Жак, я включаю оборудование. Там все в порядке? Отлично, Жак, я включаю. Корабль «Мир» в Африке снова делает свое дело. На выполнение нормы осталось всего 5 дней. Команда надеется, что неполадок больше не будет. Геолог Терзия Лодевайкс изучает камни, только что поднятые со дна. Ей очень хочется, чтобы в них были признаки удачного места для добычи алмазов. Когда мы отстаем от графика, все расстраиваются. У нас произошло несколько задержек, в этом вся проблема. Теперь нам надо изо всех сил стараться выполнить норму. После починки тормоза-лебедки корабль снова работает круглосуточно, перерабатывая тонны земли и гравия. Я вызвал Дженни. Она работает с ремнями, которые я изолировал. У пульта управления оператор Джоким Уайтинг и начальник производства Джеймс Голди отслеживают каждый этап работы. У меня подозрение, что эта пыль идет от этих кожухов. Виноват Джоким. Рядом находится Элиз Листейн, металлург. Ее прислали из управления для наблюдения за ходом работы. Там мелкие отверстия. Как раз вместе всасываются. Она должна проследить, чтобы все шло идеально. Вся команда корабля работает на пределе возможностей. Проблема в том, что если вы захватываете грунт слишком высоко, вы пропускаете часть алмазов. Корабль «Мир» в Африке — это в сущности гигантская система фильтрации, предназначенная для извлечения алмазов из их многовекового каменного плена. Количество извлеченных алмазов зависит от того, насколько эффективна команда корабля переработает миллионы тонн с земли и грави. Первый этап процесса происходит в середине судна. Все, что всосал ползун с океанского дна, прокачивается насосом через гигантский сито. Наблюдая за этапом, Терзия может понять, хорошо ли работает ползун. Я нашла на фильтрах глину. Это хороший признак. Это значит, что ползун всасывает весь гравий и доходит до нижнего донного слоя. Если ползун доходит до нижнего донного слоя, значит, он всасывает все, что может содержать алмазы, не пропуская ничего ценного. Для геолога эти камни — окно в прошлое. Я люблю свою работу, потому что вижу древний гравий, вынутый на поверхность океана. Я могу рассказать историю этих камней, а то, что внутри них могут быть алмазы — дополнительная радость. И лезли, наблюдавшие за ситами, тоже довольны тем, что видят. Эти сито отсеивают огромное количество материала, который всасал ползун, оставляя только камни нужного размера. Я рассматриваю камушки, которые здесь остались. Это то, что нам нужно. Перерабатывать те камни, которые больше или меньше, этих экономически невыгодно. Вот наш материал. Все, что меньше или больше, выбрасывается в океан. То, что было сломано, мы заменяем. Элизли заметила проблему. Два сита сломаны. Она обнаруживает два поврежденных сита, из-за которых материал может быть загрязнен ненужными фракциями. Сита надо срочно заменить. Элизли помогает установить новые сита. Через них не должны проскочить камни диаметром больше 19 миллиметров. Если они будут больше, они могут забить насосы. Кроме того, это значит, что все алмазы диаметром больше 19 миллиметров будут выброшены. Если через сито проскочит алмаз, он будет утрачен навсегда. Насосы выбросят его обратно в океан вместе с миллионами литров морской воды. Камешки, оставшиеся в ситах, это лишь небольшая часть того, что было поднято со дна океана. Пока невозможно сказать, есть ли в них алмазы, они скрыты внутри камешков. Следующий этап работы выполняют дробилки, самые мощные и беспощадные в мире. Это массивные вращающиеся барабаны, каждый размером с автобусом, загруженные стальными шариками, которые дробят камни, и не повреждая при этом самое твердое вещество в мире — алмазы. После измельчения алмазы, содержащие гравий, поступают в огромные коллекторы и готовятся к перекачке насосами на верхнюю палубу, где идет третий этап работы. Стоящий пульт управления Джоким Уайтнинг и Джеймс Голди снова видят проблему, заблокируя трубопровод. Гравий, который насосы должны выкачивать из коллекторов, не движется. Если инженеры не поймут, в чем проблема, придется остановить весь завод. Клапан наверняка заел. Надо послать туда ребят, проверить, как наполняются коллекторы. Вышла из строя одна из основных линий, чем-то забить насос. Давление растет с пугающей быстротой. одна из труб может лопнуться. Клапан должен заработать как можно скорее. По мере роста давления измельченной гравий начинает высыпаться на пол. Насколько быстро идет всасывание? Позвони пилоту. Джоким звонит пилоту Энтони в феврале и просит замедлить всасывание. Мы слегка уменьшили параметры до 85%. Давление растет, надо срочно прочистить забитую трубу. И тут неожиданно лопается клапан. Пол заливает водой грязь. Ситуация вышла из-под контроля. Если не удастся устранить протечку, завод придется остановить. Гигантские корабли. Корабль «Мир» в Африке, добывающий алмазы в биде. Из-за роста давления в забитой трубе лопнул клапан. Группа ремонтников изо всех сил старается устранить аварию. У пульта управления руководителя корабля завода, не отрываясь от пульта мониторов, наблюдают, как во всех его системах продолжает расти давление. А в трюме, в грязи и в воде идет настоящая битва. Наконец, усилия техников увенчались успехом. Клапан отремонтирован. Труба прочищена. Джоким Уайтинг, руководящий ремонтом, испытывает огромное облегчение. Теперь надо как можно скорее снова начать работу. Вскоре переработка породы уже ведется с прежней скоростью. Капитан Берретт и его помощники как и каждый день связываются по телефону с морским управлением компании «Деберс». «Вчера мы добывали породы 14 часов 20 минут». Понял. Капитан Берретт все еще надеется выполнить месячную норму добычи. Мы перешли на вторую линию проходки квадрата 384. Элизли тоже настроен оптимистично. Я считаю, что модифицированные командой насосы верхней палы обработают отлично. Теперь нужна только удача и отсутствие поломок. Скажем, вместе безопасность и низкая себестоимость. Точно. До свидания, пока. Элизли ничего не пускает на самотек. С самой высокой точкой корабля, находящейся на высоте 11 этажей над уровнем воды, она наблюдает за третьим этапом работы. На этом этапе алмазы, наконец, отделяются от гравия. Для этого используются мелкие, как пудра, частицы железа, так называемая шипучая среда. Она грязная и токсичная. Железная пудра, притягиваемая алмазами, которые обладают природным магнетизмом. Оказавшись вместе с ними в воде, железная пудра прилипает к ним и делает их тяжелее частиц гравия. Смесь закачивается насосом в гигантскую центрифугу, так называемый циклон, где сила вращения отправляет более тяжелые алмазы в нижнюю, а более легкие частицы гравия в верхнюю часть устройства. Затем частицы железа осторожно удаляются с алмазов большими магнитными роликами. Шипучая среда стоит очень дорого, поэтому мы стремимся смывать ее таким образом, чтобы ее затем можно было отделить от воды и снова использовать. Тысячи тонн земли и гравия превратились всего в несколько тонн полезного материала. Если в нем есть алмазы, они появятся на поверхности на финальном этапе работы. Но капитан Берретт на своем мостике думает сейчас не об алмазах. Прибыл катер снабжения «Морской курьер». Капитан должен переключиться с управления «Алмаза» добывающим заводом на управление судном. «Морской курьер», «Морской курьер», говорит «Мир в Африке», прием. Добрый день, «Мир в Африке», как слышите, прием. «Морской курьер» жизненно важен для корабля «Мир в Африке». Благодаря этому катеру он может находиться в океане многие месяцы, даже годы. Мы полностью зависим от этого катера. Он привозит еду, воду, лекарства, инструменты, все необходимое, а потом повозит все наши отходы. Но сегодня отгрузка всего необходимого проходит со сложностями. Поднимается ветер. При таких погодных условиях Южная Атлантика становится коварной. Перемещение грузов с одного судна на другое в бурном море напоминает опасный танец. Не будь на корабле «Мир в Африке» большого крана, эта операция не удалась бы. Корабли вроде нашего полностью зависят от своих кранов. Краны все еще загружают, а также выгружают. Но при сильном ветре исполинский кран способен стать убийцей. Одно неверное движение и груз может рухнуть на палубу. штурман Йен Хлонгваны осознает риск. Когда-то он был матросом на катере «Морской курьер». Когда начинается качка, при спуске грузов краном возникает опасность, так как высота спуска все время меняется, наш корабль более стабилен, а катер качает очень сильно. Из-за сильной качки двум судам трудно держаться рядом. Капитан морского курьера все время маневрирует, чтобы оставаться на одном месте. Корабль, рядом с которым ему надо держаться, имеет высоту 11-этажного дома, так что тут нужна твердая рука. Морской курьер закончил отгрузку и, не теряя времени, отправляется домой. Начинается шторм. Прошло менее часа. Капитан Берретт борется с сильнейшим ветром. Корабль противостоит мощным ударом волн. Он должен все время находиться над работающим внизу ползуном. Если он сместится хотя бы на несколько метров, может быть потеряно управление трубой ползуна, а значит все работы на дне и на поверхности океана придется остановить. Капитан Берретт приказывает команде укрепить четырех якорную систему. Лебедки натягивают тросы до предела, чтобы корабль находился в нужном положении. Якоря выполняют свою миссию успешно. Удивительно, корабль не сдвинулся ни на сантиметр. Якорная система его главная опора, но капитан может стабилизировать корабль и с помощью подруливающих устройств. Мы можем настроить эти подруливающие устройства особым образом и выравнивать корабль ими без помощи штурвала. Подруливающие устройства встроены в корпусы большинства современных кораблей для того, чтобы помочь им маневрировать. С кораблем мир в Африке все иначе. Его подруливающие устройства помогают ему не менять положение. Они намного больше подруливающих устройств обычного судна и могут поворачиваться в любом направлении в любой момент. Они отходят от киля на 3 метра 20 сантиметров. В машинном отделении заместитель главного инженера Грант Порвин запускает огромные дизели, приводящие в действие подруливающие устройства. За последние два года эти устройства не раз спасали наше производство при ветре. Скоростью 30-35 узлов капитаны многих подобных судов начинают подумывать о прекращении работы. Скорость ветра достигла 55 узлов, то есть более 100 километров в час. В таких тяжелых условиях корабль «Мир» в Африке еще не работал. Но капитан должен добывать алмазы. Он не может допустить простое. Он решает пойти на обдуманный риск и подвергнуть свое судно суровому испытанию. Он запускает подруливающее устройство на полную мощность. Я постепенно доведу скорость их вращения до максимума. Сейчас 140 оборотов. Он должен добиться, чтобы корабль все время находился точно под ползуном. 170 оборотов. Кто победит? Мать природа или морской волк с 40-летним опытом? Если он не удержит корабль в стабильном положении, ползун оторвется и будет биться одно океан, а капитан останется без работы. Шторм бушевал весь день и всю ночь, но несмотря на невиданные по сложности условия, корабль «Мир» в Африке продолжал работать безупречно. В своем ежедневном телефонном разговоре с управлением капитан сообщает о небывалом достижении. Этой ночью мы поставили рекорд. Работали непрерывно всю ночь при ветре скоростью в 55 узлов. Нас держали на месте подруливающее устройство. великолепно, молодцы. Был ветер в 55 узлов? Да. Такого еще не бывало? Никогда. На этот раз корабль «Мир» в Африке одержал победу над природой. Но он пережил два тяжелых дня. Капитан хочет наградить команду за отличную работу. Он приказал кухне приготовить браи, мясо, жареное на углях по-южно-африкански. Как дела? На корабль привозят все нужные продукты, но угли надо сделать самим. Не ешь много чеснока, друзья от тебя разбегутся. Тем, кто добывает алмазы посреди океана, приятно полакомиться этим почти домашним блюдом. Я похож на свою фотографию? Даже очень. на несколько драгоценных минут забыто напряжение вахты, грязная работа, теснота кают, в которых приходится жить неделями. Но веселье не может длиться долго. Гигантские корабли. Примерно в 10 часов вечера главный техник корабля Мир в Африке Пэт Фаунтин слышит сигнал тревоги. Случилась беда с Ползуном, находящимся на дне океана. Пилот Ползуна Энтони в февроре благодаря показаниям сенсоров понимает, что Ползун по-прежнему всасывает грунт, но его стрела перестала двигаться из стороны в сторону. Он пытается маневрировать ею, но это ему не удается. Пэт решает, что единственный выход остановить Ползун. Все наши компенсаторы потеряли гидравлическое давление. Это значит, что в Ползуне есть протечка. После остановки Ползуна на плавучий завод перестает поступать порода. Капитан Берретт снова вынужден остановить производство. Все ясно. Неполадку нужно устранить как можно быстрее. Клайд, я стою у главной лебедки. Поднимай Ползун, как только Энтон не будет готов. Как понял? Понял тебя. Поднимаем, Пэт. Но быстро поднять 250 тонн нельзя. Во время ожидания Пэт проигрывает возможные сценарии. Он, кажется, понял причину неполадки. Она либо в шланге, либо в уплотнительном кольце. Это хорошо. То есть это плохо, но не совсем. Если Пэт прав, и неполадка в уплотнительном кольце, это хорошо. Кольцо можно заменить. Плохо то, что это может занять несколько часов. Палзун наконец поднят. Хайн, ползун на палубе. Можешь снять цепной блок. Спускайся с инструментами. Пэт и его группа принимаются за работу. Уплотнительные кольца это резиновые прокладки, предотвращающие протечки соединения гидравлических труб. Но на этом циклопическом устройстве таких колец три сотни. Энтони, задело. В каком из колец произошел разрыв определить нелегко. Это можно узнать только одним способом. Восстановить давление в гидравлической системе ползуна. Ты готов, Энтони? Искать разрыв. Будьте внимательны. Я понял. Стоп, стоп. Пэт был прав. Теперь понятно, где протечка. Лопнуло уплотнительное кольцо. Возникла течь. Вот в чем проблема. Замена уплотнительного кольца тонкое дело. Если сделать его неверно, кольцо лопнет снова. Работа заканчивается далеко за полночь. Поставлено новое кольцо, протечка устранена, из системы удален весь воздух. Главная лебедка, мы можем поднять ползун. Команда корабля снова справилась с трудностями. Ползун готов к спуску в воду. Скоро работа возобновится. Андре! Андре! Пэт и его группа совершили почти чудо. Подняли исполинскую землечерпалку со дна океана, устранили в ней неисправность и снова вернули ее на дно меньше чем за 4 часа. К 2 часам ночи она снова начинает всасывать породу, содержащую алмазы. Пилот землечерпалки ползуна Энтони в февроре должен наверстать упущенное. Наши ребята хорошо все починили. Мы все одна большая команда. Мы делаем так, чтобы наш малыш ползун был доволен. А он делает так, чтобы мы были довольны и заработали себе на хлеб. Добытый за день материал поступает туда, где осуществляется последний этап работы. Это самая охраняемая зона корабля. За всеми производимыми здесь действиями наблюдает дюжина камер. за рабочим процессом следит Джеймс Голди. Он должен пройти через три запертые двери и стеклянную изоляционную будку, чтобы наблюдать за финальным этапом отделения алмазов от породы. В этом помещении не должны находиться одновременно более трех человек. Все они обязаны надеть специальные комбинезоны без карманов. Здесь начинается процесс окончательного отделения алмазов. Несколько рентгеновских аппаратов просвечивают гравий в поисках мельчайших драгоценных камешков. Они отделяются и укладываются на ленты конвейера. В этом помещении все автоматизировано. Конвейерные ленты с алмазами движутся за плотно пригнанным к раме стеклом. Лизли осуществляет последнюю проверку. Она наблюдает, куда поступают алмазы в конце своего долгого путешествия. На этом этапе они упаковываются в простые жестяные банки. Содержимое каждой из них может стоить до 85 тысяч долларов. Это последний этап работы. Мы упаковываем алмазы в эти банки, прежде чем отправить их на экспорт. У каждой банки свой уникальный штрих-код. За каждой банкой алмазов 20 тысяч тонн гравия, глины и ила, поднятых с океанского дна. Элизли закончила свою инспекцию, которую проводит раз в месяц. Она довольна ее результатом. За последнюю неделю корабль «Мир» в Африке заполнил алмазами 9 банок. Ожидается, что стоимость алмазов, добытых кораблем до конца текущего года, составит 30 миллионов долларов. Элизли отправляется домой не одна. Мы счастливы, что летим домой. Пэт Фаунтин не был дома три месяца, ему не терпится туда вернуться. Соседи подумают, что я вор, моя собака меня покусает. Летим домой. Сегодня происходит и еженедельная перевозка алмазов. Вес этой партии 5000 карат, стоимость примерно 3 четверти миллиона долларов. Алмазы везут в тщательно охраняемом чемоданчике особым рейсом. Они доставляются в Южноафриканскую республику на строго охраняемый сортировочный пункт. Здесь к алмазам поднятым с океанского дна, извлеченным из породы прямо в океане впервые прикоснутся человеческие руки. Теперь эти камни надо заставить сверкать. Сначала их гранят, затем полируют, взвешивают и калибруют, определив их вес в каратах. Лучшие из них вставят в кольца для помолвки. Иногда из одного камня можно сделать даже две такие вставки. Отсюда ограненные алмазы, то есть бриллианты, отправятся в лучшие ювелирные магазины мира. У капитана Беретта был тяжелый рабочий период. Ему пришлось принимать сложные решения, идти на риск, но его корабль в прекрасном состоянии, команда выполнила норму добычи алмазов. мы достигли поставленных целей, мы все этому очень рады. Ты хорошо себя вел, не шалил? Капитан передает судно в надежные руки, в следующем месяце команду возглавит его брат Джастин. Капитан Грэм Беретт вернется на свой пост через месяц и все начнется сначала. А корабль Мир в Африке все это время будет оставаться в открытом море. Если расчеты его владельцев верны, алмазов здесь столько, что это судно сможет добывать их еще 20 лет. Корабль Мир в Африке также уникален как и добываемые им драгоценные камни. День Мир в Африке Мир Субтитры подогнал «Симон»